Вот у нас туалет первого этажа. Вот у нас потолок, который ничего не завтра обвалится. Люди даже сделали себе вторую крышу, чтобы если будет валиться, чтобы людей не убило. Это вот у нас, вот именно эта подпорка, которая держит вот это вот, чтобы все это не упало людям на голову. В туалете плесень, стены черные. В таких условиях существуют жители дома номер 50 на улице Октябрьской. Ни одной ровной стены нет, ведь сделаны они не из бетона. Это деревянные перекрытия, которые сверху оштукатурены. От бесконечной сырости стены давно пошли волнами, а местами и вовсе вывалились. Например, в этот душевой год назад стена рухнула в соседнюю комнату. Проживаю с отцом. Здесь отец, у меня болеет онкологией. Онкологией легких. Человек проживает в таких условиях. Помыться невозможно. Там все в грибке просто. Душ приспособили своими силами. Просто придумали, вот это кошмар. Там не держаться, не присесть нельзя. У него две операции. Горячая вода не предусмотрена конструкцией дома. Потолок обвис, от стен отваливаются куски. Палы проваливаются, люди тут уже настелили новые доски, чтобы не провалиться вниз. Стоит отметить, что дом был построен в 1952 году. Он является бывшим общежитием. Поэтому кухня, ванна и туалет здесь общие. При этом половина квартир остаются неприватизированными. Моя внучка, она постоянно болеет. Постоянно. Потому что холод. В коридорах холод. Окна не закрываются. Здесь вот сами картонкой забили, что смогли. Даже стекол нет. Невозможно проживать. Все болеем постоянно. И сами все в кофтах. Зимой, осенью вообще невозможно. Ни зимой, ни осенью. Это кошмар. Трещины в стенах начинаются на первом этаже и доходят до последнего. Крыши течет уже несколько лет. Жители приглашали независимую экспертизу, которая поставила дому диагноз. Для проживания непригоден. Износ составляет 81%. Администрация города с таким решением оказалась не согласна. Их комиссия дала дому не более 50% износа. Точную цифру писать не стали. Стоит отметить, что по словам местных жителей, капитальный ремонт в доме ни разу не проводили. В том числе и тот, который давно стоит в плане. Ремонт внутридомовых инженерных на 17-19. Как вы видите, что 19-й у нас уже, считай, половина прошла. Тишина. Ремонт холодной воды тоже 19-й. Так, газа у нас 19-й год. Теплоснабжение 25-й год у нас. Электрика 25-й. Ремонт крыши 19-й тоже видите. Хотя приходил к нам подрядчик, который наняли на ремонт. Но он сказал, что мы не знаем даже за что хватиться. Все очень плачевно. И боимся, что все развалится. В октябре прошлого года жители дома номер 50 на улице Октябрьской выиграли суд. А в декабре апелляцию, которую подала администрация города. Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Писали президенту, встречались с губернатором. Но администрация по-прежнему хочет провести свою экспертизу. Таких попыток было уже три. Первый эксперт пришел, сказал, что дом, да, аварийный. Единственное, что никаких измерений не производили они. Один только фотоаппарат присутствовал при них. Через неделю, не оповестив никого, невзначай мы находим еще одного эксперта с этой же их экспертной службой. Он нам уже сказал, что у нас половина, вот эта половина дома аварийная. Но когда пришел третий эксперт копать у нас фундамент, он нам сказал, что у нас все прекрасно, все хорошо. Дом хороший. Стоит отметить, что помимо текущих проблем у жильцов появились и новые. В прошлом году их управляющая компания обанкротилась, а другие брать дом под свое крыло отказываются, ведь он рассыпается буквально на глазах. Мы направили обращение в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».